приветствую вас на канале покоритель бездорожья представляю туз 108 razorbug от разработчика мистер бассис вот что он пишет на своей странице найденный ржавеющим на свалке где-то в россии он был доставлен в гараж и восстановлен с ноля со всеми новыми специальными аксессуарами от pogrims я превратил этот легко забытый грузовик в монстра разведчика в новых изготовленных на заказ кузовах достаточно деталей топлива чтобы вы могли пережить худшее из худшего если вы заблудились в лесу у нас есть хороший радар я смог удлинить заднюю часть рамы чтобы вместить мини кран и один грузовой слот приподнятая подвеска была усилена чтобы помочь с весом груза и прицепов также была добавлена новая непревзойденная внедорожная подвеска помогающая преодолевать эти неровные дороги ну и давайте переместимся в тюнинг посмотрим уже более пристально три двигателя на выбор но поставим наиболее продвинутый вариант коробки передач 4 на выбор но в данном случае мы все-таки установим вездеходную подвески тоже 4 активная стандартная высокая отрегулированная но пожалуй я все-таки установлю высокую потому что как ни странно при установке активной подвески мы не сможем воспользоваться широким выбором шин поэтому устанавливаем переходим к шинам как видите размерность от 39 до 47 дюймов интересные весьма рисунки резина смотрите какая красивая собственные разработки но может быть от по гримс протектор посмотрите какой это у нас шипованная ну и вот в данном случае мы для бездорожья также посмотрим тоже интересные рисунки характеристики правда меняются вот у данной резины наиболее интересные все таки на трассе хорошо показывает давайте установим перейдем далее к лебедкам ну естественно лучше воспользоваться автономной тем более все таки это у нас скаут пусть и продвинутый дифференциал в наличие запасное колесо причем посмотреть как выглядит оригинально хотите открытый просто в каркасе хотите закрытый но также детали 1000 топлива 600 имейте ввиду что у него собственный бак 200 поэтому ну поставим пока вот для начала такой вариант перейдем дальше шноркели ну ставим наиболее высокую длинную трубу модули кузова ну вот можно поставить ремонтный сервисный кузов можно установить вот такой вот кузов пикапа детали для ремонта у нас появляется и топливный бак тентованный опять же вариант просто закрытый но топливный бак кстати увеличился но это тот вариант который мы воспользовались погрузочный кран давайте все-таки ну и кстати можно и поставить от рск кран но давайте вот стандартный поставим перейдем посмотрим что у нас здесь еще есть нет такой нам не нужен кран и все у нас краны ставим для прицепов ну и вот можно совместить с малой бортовой платформой получаем уже принципе небольшой грузовичок с учетом прицепа вполне уже будет рабочий вариант с наличием мини крана собственный кузов один слот и прицеп уж какой вы решите использовать давайте переместимся далее кабина противотуманки но пока что давайте просто установим дальше посмотрим багажник топлива добавляется 60 литров детали для ремонта установим изогнутый козырек поставим конечно что нам будет в глаза солнце светить но есть вот такой вариант радар плюс топливный бак на 240 литров если мы устанавливаем у у нас естественно багажник слетает но имеет смысл все-таки установить радар тем более у него увеличенная емкость данном случае на 12 активации рассчитан ну или если вы не пользуетесь радаром то опять же 240 литров считайте что вы получили дополнительно перейдем к бамперу толстенная труба охотник серийный спаситель но такой вариант я уже видел здесь грузовой с туманками и вот этот бампер с балластом на 350 килограмм то есть если вы намерены таскать какие-то грузы имеет смысл его поставить но мне вот понравился вот этот оригинальный бампер видите от лебедочки прямо зак закреплена зацеплена за решетку во всяком случае за остальную трубу усиленную этой решетке над бампером ну и перейдем дальше к выхлопным трубам тонкая теплоизоляция с той стороны мы видим плохо серийные с отворотами ну поставим ладно поставим с отворотами диски широкий выбор но кстати имейте ввиду что видите тут подкачка есть колес что немаловажно то есть вариант такой достаточно продвинутый вот этот кстати оригинальный диски смотрится подкачка осталось давайте поставим ну и переходим в цвета тут просто море море выбор просто неимоверный каждый подберет что-то себе видите комбинированные есть цвета и монотонные есть давайте я все таки какой-то выберу такой поярче вот этот поставлю ну и уже можем мы наверное покидать гараж да на улице смотрите как приятно светло и вот он наш грузовичок разведчик с радаром он у нас теперь может выполнять задачи как по транспортировке так и по первоначальному разведыванию карты посмотрим внутри ну тут все отлично привычно сзади места пожалуйста причем достаточно комфортные сиденья раздельные все уже на современном продвинутом уровне я бы сказал зеркала рабочие проверим звуковой сигнал нормальный двухтональный точно заводим движочек так все стрелки кстати все стрелочки отработали обороты показывает отлично смотрите катахометр плавно работает до красной зоны мы уже догнали движочек где-то 2 600 оборотов да ну не будем сильно газовать давайте переместимся снаружи посмотрим как у нас тут с выхлопом дело обстоит да видите от ворота труба срабатывает но в принципе нормально сейчас еще газонем да чуть-чуть там все-таки автомобиль эксплуатировался наверняка не идеален конечно какой-то пробег есть движочек видите немножечко вначале поддымливает ну ладно не будем особенно придираться включим кстати ему световые приборы давайте посмотрим как у нас выглядит с передними противотуманочками дополнительными на бампере но вполне вполне интересной машинкой расцветочка видите такая яркая чтобы если что было видно издалека все-таки если он разведчик мало ли где-то что-то застрянет как раз вот такой вот желтый цвет красный цвет чтобы издалека был виден грузовик звук приятный движочка сейчас куда-нибудь хотя вот по дороге прям проедем я помню там сразу начинается такая вязкая грязь полный привод включили да вон впереди огромная такая лужа посмотрим как он себя чувствует подвеска у нас высокая стоит едет вполне бодро рассекая водичку давайте куда-нибудь переедем вот здесь вот грязевая такая часть дороги летит ну с учетом все таки своих возможностей но едет вполне себе уверенно приятно плюхая колесами по воде достаточно устойчиво себя ощущает кроме того не забываем что у нас есть автономная лебедка вот вот интересно сейчас я положил его намеренно ну-ка да пожалуйста наша лебедочка прихватился что-то слабенькая какая-то елочка оказалась хотя вроде внешне выглядит приемлемо и это что ли ломается да что вы такие странные то здесь как тогда придется но можем в такой ситуации наверняка можем особенно при разведке оказаться поэтому здесь где-то уже должна быть покрепче то елочка но что вы все ломаетесь того куда-то я себя потянул ну-ка давайте посмотрим что у нас ну да здесь посерьезнее уже такие деревья правда минус в том что сейчас мы переключим наверно лебедочку где-нибудь вот за эту часть нет неудачно давайте посмотрим как нам все таки лучше перевернуть вот здесь вот наверное вставая на колеса нормально так ну и продолжим имитацию нашей разведки можем конечно радарчиком воспользоваться но у нас иммерсивный режим включен поэтому мы результатов то не увидим ну и все собственно знают как отрабатывает радар считайте 20 литров мы уже лишились ну и погнали дальше звучок приятный чувствуется что мощность у двигателя есть взять его с прицепом и разведуя карту можно параллельно какие-то мелкие поручения выполнять в частности первоначальное восстановление мостов вполне он справится собственный слот в кузове есть прицепчик если взять слота на четыре мини-кран в наличии радар есть что еще нужно для счастья при разведке карты да в общем то все уже в наличии у этого грузовичка разведчика с вами бывает да вот такой интересный у нас разведчик да видите грязь-то не почувствовал по моему в удовольствие поплюхать в такой глубокой грязи оценивайте испытывайте пробуйте мне нравится главный широкий выбор окраски можно сделать его таким красивым красочным привлекательным да и дополнительные элементы в том числе вот бампера с новыми элементами на них нанесенными вы были на канале Покоритель бездорожья я Алексей поддержите видео лайком до новых встреч до новых встреч до новых встреч